Далее мы продолжаем наш разговор, наш эфир разговором с Александрой Романцовой. К нам присоединяется правозащитник, исполнительный директор Центра гражданских свобод. Здравствуйте. Здравствуйте, Александра. Добрый день, Калинин. Александра, много говорим, вот и наш предыдущий сюжет, который, я не знаю, видели ли вы, говорил о том, как в россиянах воспитывают ненависть, да, к украинцам, потом посылают их на фронт обычных россиян, не наемников даже, и о том, что они потом творят, какие преступления они творят в Украине. И много говорится о том, о трибунале, о доказательствах этих преступлений. Еще раз хотим у вас уточнить механизм привлечения к ответственности за эти преступления. Знаем, что и уже нам известны нашим, и вам, скорее всего, даже личности, тех, кто творил бесчинство. Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста. Да, попробую описать всю многогранную систему, потому что Украина не только старается использовать все, что уже существует для правосудия, но в том числе и создает новые механизмы. Сейчас немножко объясню, каким образом, с какими проблемами мы тут сталкиваемся. Первое, вы знаете, что существует определенное обращение Украины как страны против России. Это Международный суд справедливости ООН, где у нас три кейса. Это кейс по конвенции геноциду, по всем формам дискриминации против женщин и дискриминации меньшинств, национальных меньшинств. У нас много в рамках этой фазы войны после вторжения кейсов, которые может к этому быть отнесено. Там Антон Киреневич представляет от МЗС нас как агент. То есть это один механизм, который существует, это жалоба страны на страну. Второе, вы знаете, что работает Международный криминальный суд, Международный уголовный суд. Международный уголовный суд покрывает преступления военные, преступления против человечности и преступления геноцида. Что значит покрывает? Они ищут самую высокую ответственную должность, которая приняла решение создавать руками российских солдат, офицеров, по сути, вот эти преступления. Почему? Очень важно, что они персональную ответственность будут возлагать именно на тех людей, которые приняли решение отправить, приняли решение дать приказ, не щадить никого. И важно, здесь есть как приказ что-то делать, так и не останавливать, если что-то происходит. Офицер, командование, ответственное за своих солдат, он не может сказать, я не знал, что они там кого-то насиловали в конце села. Нет, эта ответственность все равно лежит на командире, точно так же, как и конкретно на тех солдатах, которые делали это непосредственно своими руками. Или офицеров, если не принимали в этом участие, в том числе лично. То есть в данном случае, вот эти, когда и журналистские расследования, и правозащитные группы, когда ищут ответственных, собирают информацию, какое это могло быть подразделение, кто это мог быть персонально и так далее, то здесь это касается, вот, с одной стороны, системного обвинения через Международный уголовный суд, вот для того, чтобы дальше найти его начальника, который сделал в результате этот приказ, да, в дальнейшем, который привел к военным преступлениям. В идеале по этой, вот, от уровня до уровня дойти до главнокомандующего, то есть Путина, и доказать, что его приказ привел к военным преступлениям, преступлениям против человечности, преступлениям геноцида. В то же время мы понимаем, что это тысячи преступлений. Сейчас больше 67 тысяч прокуратура имеет зарегистрированных кейсов разных международных преступлений, здесь связанных с войной в Украине. В нашей базе больше 34 тысяч. Это объединение, трибунал для Путина мы документируем, продолжаем документировать по всей территории Украины. Вот эти тысячи кейсов, к сожалению, международный криминальный суд их обработать не сможет. Они возьмут системные большие самые, там, где можно достать самый высокий уровень, но в то же время вот эти тысячи кейсов тоже должны быть осуждены. Вот для этого это должно произойти здесь, на нашем национальном уровне, и мы видим это с участием международных разных консультантов, судей, прокуроров, адвокатов, потому что, во-первых, Украина как страна, страна-участница конфликта, страна, которая защищается. Грубо говоря, наше правосудие очень долго будет доказывать, что оно объективное. Поэтому участие каким-то образом привлечения международных таких наблюдателей супервайзерам дает нам сразу право говорить, вот процесс прошел прозрачно, вот вам осуждение, вот доказательство, что конкретно этот солдат, этот офицер это делали, поэтому они обвинены, поэтому они осуждены. Понятное дело вопрос, а что делать с теми, кто, например, совершил военное преступление, а в дальнейшем, например, погиб в битве, они также должны быть осуждены. Правда, это будет происходить посмертно, но тем не менее, обвинения, расследования, осуждения, это тоже очень важно, прежде всего для тех, кто выжил после этих преступлений, для выживших, для потерпевших, ну и даже для свидетелей, и для нас, как для украинского сообщества. Следующий момент, это что делать, если мы их не смогли арестовать? Они совершили международные преступления здесь, на территории Украины, или, не знаю, уехали после ранения в госпиталь где-нибудь на территорию России. Здесь все равно должно происходить обвинение, осуждение, доказательство, и, возможно, это осуждение действительно будет сразу, дистанционно, без ареста. И тут очень важное дальше, в дальнейшем сотрудничество со всеми международными структурами, для того, чтобы, если этот человек попытается выехать за пределы Российской Федерации, он сразу был арестован и в дальнейшем помещен, в соответствии с решением суда, помещен в тюрьму. Важно, есть уже инициативы, в том числе приватные инициативы по поиску этих людей. Эти инициативы, вот одну из таких представляет, например, Стас Асеев, поскольку у него есть опыт, собственно, он, находясь в изоляции, очень детально изучил, кто руководил этой тюрьмой, несмотря на то, что там происходило и его состояние, тем не менее. И в дальнейшем он смог перехватить и сдать фактически нашим, нашим прохранительным органам, фактически директора изоляции, который приехал в Киев под другой, там, у Судэстити, да, под другим именем. Но, тем не менее, это произошло здесь. То есть это возможно, и мы должны быть к этому готовы, ловить, грубо говоря, их по всему миру. Мы прекрасно понимаем, что если Европа с нами действительно максимально заодно, в том числе и Евроюст, который максимально сотрудничает для таких расследований, то есть еще Азия, Латинская Америка, Африка, достаточно много регионов, в которых и эти офицеры, и эти солдаты, и эти генералы могут думать, что они абсолютно свободны. Вот поэтому так важно, чтобы мы просто понимали, что это правосудие, правосудие, вот оно будет супермеждународным, супер... И это большой вызов. На самом деле, тысячи кейсов, учитывая, что наша правосудная система, она очень такая в документах, у нас все должно быть очень-очень много текстов, поэтому это будет тома дел. И я очень надеюсь, что наша прокуратура действительно и судебный корпус, и прокуратура, и адвокаты будут готовы, потому что мы не можем проводить эти судебные заседания без защиты тех, кого обвиняют, потому что все-таки, когда мы говорим про правосудие, это правосудие действительно должно быть, ну, фактически идеальным, чтобы никто не мог к нам потом выставить претензии. Ну и еще один важный компонент, это так называемая универсальная юрисдикция. Мы говорим о том, что это большое, огромнейшее напряжение на наши правоохранительные органы, но в то же время есть такое понятие, когда международные преступления, любая страна, которая признает универсальную юрисдикцию, может этот открыть дела у себя в стране. И мы видим один из примеров, это MH17, да, то есть этот Боинг, и вот сейчас решение нидерландского суда для нас является в том числе практикой для наших судей, как в дальнейшем можно использовать ее для таких решений. Это очень помогает. Поэтому больше 20 стран в разных формате, кто в универсальной юрисдикции, кто потому что был задет их гражданин, либо человек с резидентством этой страны, открывают кейсы, и чем больше их будет, тем лучше. Ну, например, сейчас в Симферополе, в тюрьме, находится гражданин Испании, он валенсиец, то есть он из Валенсии, и вот в том числе наши коллеги в Испании сейчас работают над тем, чтобы в Испании открыли кейс по его делу, потому что здесь даже универсальной юрисдикции не нужно. Гражданин страны страдает от военного преступления российской армии. То есть очень важно, чтобы, не знаю, иностранные студенты, которые вот были вынуждены уезжать, которые страдали от военных преступлений, попали в результате как жертвы в суды в своих странах, потому что это дает нам признание, такое всемирное признание военных преступлений, и преступлений против человечности и геноцида, которые здесь совершает Российская Федерация. Александра, ну понятно, вот говорили о том, что нам страны будут помогать, если там эти преступники выехали в другие страны, но если эти преступники остались на территории России, то есть, например, те же буряты, да, которые совершали бесчинство в Буче, да, в Изюме и так далее, простые вот солдаты, которые насиловали и грабили, как этому правосудию повлиять, даже если они заочно осуждены? Ну, здесь, знаете, есть два варианта. Есть немножко шпионская теория, да, и есть такая, не знаю, большая надежда. Первое. То, что происходило в других конфликтах, при смене режима, таких людей выдавали, особо одиозных, когда мы говорим о каких-нибудь серийных изнасилованиях, либо людей, которые пытали, и так далее. То есть, мы с вами заинтересованы в том числе иметь, не знаю, что это будет, одна страна, набор стран, федерация, наконец-то, а не то, что они сейчас предлагают. Но в любом случае, если там будет меняться какая-то форма правления, естественно, этим должны заниматься сами россияне и сами приводить в порядок свою страну или несколько стран, что там будет, то с ними можно в дальнейшем говорить о выдаче таких людей конкретных в обмен, например, на какую-нибудь поддержку процесса демократизации или деноцификации. Потому что это уже было. То есть, такие примеры были. Второй вариант – это шпионские, как я называю. Эти практики тоже использовались, но создавались фонды, которые, ну, мягко говоря, используя деньги, вытягивали этих людей с той территории, на которых они не подконтрольны. Но в данном случае, в любом случае, помогает информирование о деяниях этих людей. То есть, имеется в виду, что каждый человек, который был обвинен и доказано, что он виноват в военном преступлении, это должна быть максимально публичная информация, причем на максимальном количестве языков, которое в дальнейшем делает, ну, грубо говоря, сложным его жизнь. Украины, к сожалению, этой практики не так много. Мы даже в своем законодательстве, у нас нет ограничений для военных преступников из других конфликтов. Вот есть военные преступники после Югославии, после Руанды, что они, например, не могут или должны быть арестованы на территории Украины. У нас в этом вопросе законодательство очень не развито. То есть, поэтому, когда мы говорим, что, да, другие страны должны что-то для нас сделать, мы очень часто недорабатываем сами в этой международной системе и должны сделать очень большое домашнее задание. Поэтому будет ли это официальное взаимодействие со странами постпутинской России или будет это вылавливание их, по сути, по всей территории, это вот две разные... В конце концов, честно говоря, и крали таких людей, и вывозили. Люди — это сила. Обычные люди — это сила. И поэтому спрятаться после таких вещей будет невозможно. Ну, либо надо иметь безумное количество денег, а безумное количество денег — это только у двадцатки самых важных преступников, обсуждения которых, я имею в виду Путин и система вокруг него, и у этих есть деньги, а у русских денег нет, я имею в виду у граждан. Поэтому сказать, что они себя защитят, какой каждый солдат себя защитит какими-то уникальными финансами... И будет земля гореть под их ногами. Спасибо вам огромное за этот разговор. Александра Романцова присоединялась к нашему эфиру. Спасибо. Спасибо.